Здравствуйте, уважаемые телезрители, меня зовут Юрий Алаев, и мы сейчас предлагаем вашему вниманию интервью с одним из ведущих международных специалистов области образования высшего, доктором Джамилем Салми, который в эти дни является гостем Казанского федерального университета, и это послесловие к его публичной лекции и к только что закончившемуся круглому столу с участием ректора университета. Позвольте вас еще раз поприветствовать Миссил Салми, теперь уже в студии университетского телевидения, и сказать, что я старался быть очень прилежным учеником, очень прилежным слушателем, и записал кое-что из того, о чем вы говорили, и если вы не возражаете, я хотел бы просто задать некоторые дополнительные вопросы. Вопрос первый и самый, наверное, естественный, насколько вы успели вникнуть в дела Казанского федерального университета за то время, которое проводите здесь, или, может быть, вы уже знакомились с нашим университетом раньше по материалам, по документам? Я знаю немного, но, как вы можете представить, представляя, что я мог что-то выучить за один день об университете, который имеет огромную историю, это будет, конечно же, чистой ложью. То, что я увидел, это, во-первых, видение трансформации этого университета, который уже хороший университет, имеющий научные традиции, в великий университет. Это будет первый университет среди российских университетов, не только, но и на международной арене. И также я встретился с некоторым количеством ученых, которые уже имеют очень впечатляющие стратегии развития, и которые признаны не только в России, но и за пределами России. Также я увидел то, какие ресурсы данный университет получает от правительства для финансирования лабораторий. Это не только для того, чтобы получать новое оборудование, но и для того, чтобы организовывать работу. Также я был впечатлен работой Open Lab, которые заключают в себе деятельность не только маленьких групп ученых, но и также и целых кафедр, но и всего университета. Но также и работа с другими университетами. Также привлекают университетов из других стран. Я послушал вашу оценку, и я боюсь, что если ее услышат профессора и преподаватели нашего университета, они могут решить, что им больше ничего не нужно делать. Университет уже велик. Первое, что я хотела бы объяснить вам этим утром в моей лекции, это то, что быть великим сегодня – это недостаточно. Наш мир очень конкурентный, и необходимо соответствовать и иметь видение того, что мы можем быть великими и прикладывать все усилия. Потому что вы уже работаете в этом направлении и прилагаете все свои усилия на улучшение, на усовершенствование. Потому что все остальные страны уже не ждут Казанский федеральный университет, чтобы он их догнал по какому-то определенному уровню. Также необходимо быть хорошим университетом. Вам необходимо работать над этим. И на самом деле, когда вы посмотрите на самых успешных ученых нашего мира, конечно же, они несколько гениальны. Но иногда это также компонент удачи и трудолюбия. Только 1% гениальности и 99% трудолюбия. Я с удовольствием продолжу этот ваш образ, это ваше сопоставление. И воспользуюсь образами, которые были представлены визуально в вашей презентации. С чем бы вы сравнили Казанский федеральный университет? С Мерседесом, с байком или, может быть, с Арбой? Я полагаю, что мой имидж больше будет близок к Мерседесу 2010 года, а не к 2016. Потому что есть все еще определенные сферы, которые нуждаются в развитии. Для того, чтобы вы были в авангарде научного прогресса, преподавания и хорошего уровня технологического трансфера. Вы говорили о теории Голубого океана и говорили о Красном океане или о Красном море. Показывая, где кто работает или где кто может работать, имея в виду университеты в данном случае. С вашей точки зрения, Казанский федеральный университет сейчас плывет в каком море? В красном, в голубом, на границе? Я полагаю, что это между ними. Это один из вызовов не только для Казанских университетов, но также и для всех российских университетов. Также для великих университетов прежнего СССР, которые я смог посетить. Я полагаю, что это один аспект, гордиться своим престижным прошлым, сильными аспектами своего прошлого. Но также, повторяя свое уже учение, не ностальгируя по поводу своего прошлого. Понимать, какие сильные стороны вы можете извлечь своего прошлого. И какие новые силы, которые новые сильные аспекты вы можете приобрести. И видеть то, как вы можете служить своей стране, своей экономике. Также экономике Российской Федерации. А также, как быть полезным для всего мира. Вы таким образом сможете принять один из самых великих вызовов. И также можете прийти к открытию какого-то самого выдающегося научного достижения. Это касается работы над организационными аспектами. Именно это является тем аспектом, где ученые могут воплотить себя и применить себя. Говоря о путях и способах продвижения университетов в топ, на вершину, да, по преподаванию, по научным исследованиям. Вы обозначили три ключевых позиции. Это концентрация талантов, это ресурсы, достаточные ресурсы. И это грамотное управление. Если позволите, я хотел бы чуть подробнее остановиться на понятии концентрации талантов. Вы уже упомянули, что успех сопутствует, может быть, в успехе 1% таланта и 90% труда, да, повседневных, каждодневных усилий. Но даже 1% талантов откуда-то должен взяться. Сегодня, во время дискуссии на круглом столе, вы упомянули о вашей любимой команде, о Барселоне. И на слайде был Месси. И вот применительно к Месси. Он очень дорого стоит, но он один. Денег много, а Месси один. Вот талант один. И сколько бы у меня не было денег, у меня, я имею в виду Казанский университет или любой другой университет, все равно Месси один. Как быть? Как вырастить другого Месси? Еще, еще Месси. Итак, если мы будем говорить о клубе Барселона, одна из их характеристик является то, что они вырастили из молодых игроков. Месси был молодым игроком, когда он пришел в Барселону. Таким образом, это была долгосрочная инвестиция. Таким образом, университет должен работать с молодыми студентами для того, чтобы иметь возможность определять их, чтобы университета была возможность привлечь их в университет, где они смогут развить их таланты. Здесь говорится не только о привлечении студентов из региона, но также привлечении студентов из других регионов, из других стран. А также здесь говорится о взаимодействии на данном уровне таланта. Именно эти таланты, которые руководили, которые воспитывали, именно они могут привести к хорошим научным результатам. По факту Месси является гением, но он работает в команде, в которой очень сильный дух. И он не будет таким хорошим игроком, если бы у него не было такой поддержки со стороны команды. Я подумаю, что одним из самых лучших вопросов уроков в примере с MIT, университетом, они поощряют молодых ученых. Они не ждут, пока они примут участие в поступускных деятельностях. Они дают им возможность для того, чтобы они смогли быть частью команды, чтобы они могли работать в лаборатории, чтобы можно было разбудить их любопытность и дерзость к знаниям. Таким образом мы их привлекаем и даем им возможность. И именно эти таланты могут развиться, когда мы их подтолкнем. Когда вы говорите «они» применительно к Барселоне, это тренеры, это главный тренер, это тренер по физ. воспитанию и так далее. Применительно к университету это профессура, это те, кто преподают, те, кто воспитывают. Здесь тоже должна быть концентрация талантов. Она возможна благодаря трансферу профессорско-преподавательского состава, покупке, приглашению из других вузов или предпочтительнее тоже выращиванию своих. Я полагаю, что если одна из проблем, с которыми сталкиваются Европейские университеты или в Латинской Америке, или в оставшихся других стран, это внутреннее взращивание. То есть если вы нанимаете тех людей, которые имеют такой же уровень жизни, такой же стиль жизни, то вам необходимо вовлекать тех людей, которые разделяют новые идеи. Я думаю, что одним из изменений, с которыми сталкиваются университеты мира, это роль профессуры, она меняется. Ранее знания были заложены в интеллекте профессоров или же учебников. Но сегодня с помощью интернета знание распространилось повсюду. И знание постоянно так сильно меняется, так быстро меняется, что даже лучшие профессора должны постоянно обновлять свои знания. Таким образом, я полагаю, что необходимая трансформация – это таким образом, чтобы профессора становились мотиваторами, руководителями студентов. Чтобы студенты учились сами, чтобы они учились в своих командах, чтобы они учились в своих сверстниках. Но это не значит, что роль профессоров становится меньше, она просто изменяется. Один вопрос, может быть, более общего свойства. Вы консультировали, насколько я понимаю, сейчас консультируете Мировой банк по вопросам развития высшего образования в глобальном масштабе. Вопрос в связи с этим. Ваши консультации, ваши рекомендации для Мирового банка предполагают… Я сейчас перехожу ко второй составной части продвижения ВУЗа к вершинам, к средствам. Ваши рекомендации предполагают, что Мировой банк, Всемирный банк, другие какие-то глобальные финансовые учреждения должны вкладывать, должны инвестировать в те или иные высшие учебные заведения? Или такой конкретики нет? Я работал в течение 25 лет с Всемирным банком в области образования, да. С моими коллегами мы консультировали различные правительства по вопросу необходимости инвестирования в образование, в общее образование. И лично я работал очень много над развитием университетов по просьбе правительства для того, чтобы улучшить систему высшего образования. Я не могу говорить от имени Всемирного банка, я так больше не работаю там. Но я знаю, что инвестиции в образование до недавнего времени также были среди проектов российского правительства. При этом они не являлись проектами для среднего образования. Инвестирование в образование, за образованием стоит будущее, потому что образование в будущее не заключается в сырье, или в экспорте, или в трансформациях, а в создании, в творчестве. И, как я уже указал во время своей лекции этим утром, я хочу повторить речь премьер-министра Норвегии, где он объяснил тот момент, что будущее Норвегии, страны, которая богата нефтью и газом, не связана с нефтью и газом, а связана с будущим. Их задача является раскрытие талантов людей, мотивации их раскрытия их творчества. — Профессор Салми, вы понимаете, как это больно слышать в Российской Федерации, когда кто-то говорит, что эра нефти закончилась, эра газа закончилась, а 70% доходов бюджета России — это по-прежнему нефть и газ. — Насколько велика уверенность у вас, у ваших коллег, что вот эра раз и закончилась? Или все-таки это длящийся процесс, и нам еще отведено некоторое количество лет для того, чтобы поэксплуатировать недры и получать доходы от нефти и газа? — Определенная ситуация не такая, что она завтра изменится, и мы должны перестать надеяться на прибыль от нефти, но мы должны подготовиться к тому, что будет после нефти. И те ресурсы, которыми вы обладаете, которые получаются от нефти, вам необходимо инвестировать их в построение новых возможностей. Я не думаю, что нет ничего более важного, чем инвестирование в детские сады, в университеты и в другие учреждения. Я полагаю, что опыт юго-восточных стран очень успешен. Это те страны, которых не будут природных ископаемых, но их развитие основано на разработках технологии. Иногда обладание слишком большим количеством нефти не является положительным аспектом. И в случае с кризисом, в котором сейчас находится Российская Федерация, возможно, это благословение, потому что вы должны обратить внимание на другие альтернативы и подумать о будущем. — Да, пора, Боже, да. Я с вами абсолютно согласен подумать о будущем. — А вы, говоря сейчас о молодых тиграх, о странах Юго-Восточной Азии, в ходе своей публичной лекции, вы приводили в сравнении два университета в Малайзии и в Сингапуре. И результат, окончательный вывод однозначен. Сингапурский университет намного-намного успешнее. И вы в то же время сказали, что Сингапур в настоящее время — это, пожалуй, единственное государство, которое показывает, что государственное управление может быть эффективнее, чем частное. — Можно ли сказать, что СССР был таким государством? Это уже немножко отвлеченный вопрос, но тем не менее, вот мне любопытна ваша точка зрения. — Я не имею облада достаточными знаниями относительно гражданской позиции Российской Федерации, но то, что происходит на Гапуре — это уникальный опыт. Их государственные университеты принадлежат правительству, и их способ управления организацией является очень гибким, он похож на небольшие компании. И при помощи реализации их целей, но при этом благоприятного функционирования. — Я хочу сказать, что в Казанском университете, возможно, происходит почти то же самое, но в государственных университетах мы видим, что регулирующие силы и правила в отношении покупки оборудования для чего-то другого, они реализуются намного сложнее, чем в частных университетах. — Тем не менее, Сингапурский университет вполне гибкий, как вы говорите, вполне автономный. То есть, возможно, и в такой жесткой структуре государственного управления, которое существует в Сингапуре, назовем это авторитарной структурой, все-таки возможно некие степени свободы? — Конечно, да. По крайней мере, если у него есть та гибкость, которая необходима для функционирования, если они также имеют дело с талантами, если они стараются быть гибкими в функционировании своей деятельности. — В случае Российской Федерации, например, вам необходима визу для того, чтобы вас могли посетить, и, естественно, это несколько усложняет. — Также вам необходимо для при покупке оборудования, программного обеспечения, вам необходимо соблюдать каким-то определенным государственным процедурам, и поэтому это займет больше времени, чем в Национальном университете Сингапура. — Здесь вопрос стоит о гибкости. Таким образом, это все будет отражаться на деятельности студентов и вашего профессорского состава. — В общем, это понятно, но вот у нас есть в России пример, когда одному учреждению, Сколково, я говорю о Сколково, были предоставлены все преференции, свобода действий. — И в то же время уже в нашей прессе пошли разговоры и в научной среде, что проект не удался, его надо закрывать. — Как по-вашему, что пошло не так? — Если честно, я не так много знаю о Сколково, чтобы говорить о том, что там работает, а что нет. — Я думаю, что в первую очередь нам нужно учитывать, что для строительства научно-сильного университета необходимо время. — Будет большой ошибкой полагать, что вы получите результат в течение 10 лет. — Мой личный опыт показывает, что понадобится как минимум 20 лет, чтобы построить университет мирового уровня. — Я не уверен, что у Сколково за плечами такой есть период. — Во-вторых, я уже говорил, что даже если открыть новый университет легче, чем трансформировать существующий, это не будет гарантией успеха. — Есть несколько успешных университетов и множество тех, которые не достигли успеха. — Несмотря на все их инновации, инициативы и стартапы, проваленных стартапов гораздо больше, чем успешных. Конечно же, мы впечатляемся успешными и думаем об успешных Microsoft, Apple, HP, но существует множество провалившихся проектов. Поэтому очень важно принять и понять, почему у Сколково есть эти проблемы, почему результат не удовлетворяет, и пересмотреть, возможно, есть лучшие стратегии. — Повторюсь, я недостаточно знаю об опыте Сколково, но, с другой стороны, строительство нового университета не означает, что оно окажется неудачным. В какой-то степени и Казанский федеральный университет — это новый университет, и ему потребовалось много-много лет, чтобы стать хорошим университетом. — Вы имеете в виду Казанский университет в новом статусе, в статусе федерального УУЗа? — Нет, вообще, когда 20 лет назад, конечно же, 200 лет назад наш университет был создан с нуля, когда были привлечены профессора из Германии и других европейских стран. — Ну, когда-то да, когда-то все мы были, да, начинающими. — Я задал вопрос о Сколково, не без задней мысли, возвращаясь вот к теме вашего сотрудничества или вашей консультации Всемирного банка в области стандартов организации высшего образования. — Вам доводилось читать такую книгу Джона Перкинсона «Исповедь экономического убийцы». — Она сравнительно недавно переведена на русский, и автор — один из ведущих специалистов, консультантов по развитию экономических проектов в странах третьего мира. — Это документальная книга, это не роман, и он описывает общую картину, из которой можно сделать вывод, что стандартизация образования по лекалам международных финансовых организаций несет в себе потенциально не только плюсы, но и существенные минусы. — Вы согласны с такой оценкой? — И если да, то в чем с вашей точки зрения минусы? — Да, я полагаю, что это та проблема, которую также затронула в нашей лекции сегодня. Интернациализация должна стать стандартизацией. Это означает, что вы должны подготавливать профессионалов на глобальном уровне, которые смогут быть гражданами всего мира. Но это не значит, что вы должны стать американским или британским, или китайским. Я полагаю, что каждая сторона и каждое учреждение также должны развивать и защищать свою уникальность. Конечно же, существуют некоторые общие инструменты, общие подходы, которые применяются во всем мире. На самом деле Россия, она привнесла математику для всего мира, или же физику, или же химию. Поэтому стандарты, конечно, должны отличать самым высоким уровнем. Но это не значит, что вы должны делать то же самое или имитировать университеты из других стран. И в этом же как раз заключается опасность рейтингов. Если вы обратите внимание на рейтинги, давайте все станем как университет Хава. Этот университет уникален, и мы не должны его имитировать или повторять его деятельность. Как Казанский федеральный университет станет топовым университетом, но при этом сохранит стиль и будет стоять на службе людей Татарстана и страны. И при этом необходимо учитывать переход от нефтяной промышленности к другой отрасли. При этом вы должны учитывать сильные стороны нефтяной отрасли, какие-то процессы, которые можно применять в других областях экономики, к другим продуктам. Я привел пример шотландской нефтяной отрасли. Они изучили то, как делать глубокое подводное бурение. И это знание они смогли применить в способе бурения для получения воды. Поэтому вы можете применять те же самые технологии, но при этом уже в других отраслях. Ну, это, в общем, да, вполне естественно, если прилагать немножко ума, да, понимать, чем ты занимаешься. У меня два последних вопроса. Я понимаю, что у вас сегодня тяжелый день был. Один вопрос касается вот тех, кого учат. Классификация американских социологов поколения Х, поколения У, поколения З. И насколько я могу судить о характеристиках, что то, что я читал, сейчас вот в студенческих аудиториях представители поколения Y и уже подходят представители поколения Z. Вот-вот-вот они завтра займут свои места в студенческих аудиториях. Но и то, и другое поколение социологи характеризуют как поколение индивидуалистов, крайних, которым неинтересны глобальные задачи, которые не могут работать в команде, командой ставить и командой достигать каких-то больших целей. Как быть с этим? Как учить этих ребят? Что из них может получиться? Я полагаю, что для университетов, чтобы улучшить свою деятельность, необходимо начать с работы с низкими уровнями образования. То есть, например, детские сады или школы, там должны быть оборудование, особые условия, чтобы они работали в командах. Также вы можете организовать таким образом свою программу, чтобы дети нового поколения были более знакомы с современными технологиями и с интернетом. Они уже более осведомлены с этими технологиями. Например, мой внук может использовать планшет, и иногда я получаю от него звонок по скайпу, когда нахожусь на расстоянии 10 тысяч километров от него, и он мне может позвонить. Я полагаю, что эти молодые люди, они толкают нас, более старое поколение, к изменению манеры обучения. Они более живые в способе нахождения информации. И если мы поможем им в нахождении новой информации и определении правильности и неправильности этой информации, как ее использовать. Пожалуй, я еще раз использую пример, который я использовала в сегодняшней лекции. Инженерный колледж Олин в Соединенных Штатах, где все обучение проходит в командах. И все проблемы, все обучение основано на решении проблем. Но студенты решают эти проблемы, решают проблемы в команде, и они должны работать как один. Это очень хорошо выглядит, и это очень просто, потому что они вырабатывают новый характер. Они понимают то, как нужно себя вести со стороны, потому что мы уже в другом случае получим более лучшие результаты. И последний вопрос тоже, конечно, связан с молодежью, с теми ребятами, которые только входят в жизнь. И как любые молодые люди, обладают повышенным чувством справедливости и несправедливости. Если вы видели весь мир, вы его видите, кто правит с вашей точки зрения в этом мире? Можем ли мы сказать, что торжествует меритократия, или торжествуют кланы, или торжествует просто жадность? Жадность и страх правят биржи и правят миром. Кто? Я полагаю, что вы подняли очень важную тему в своем последнем вопросе относительно миссии университета. И заключается ли она в том, чтобы тренировать только профессионалов, которые хотят зарабатывать много денег, которые жадны, или же вы учите и подготавливаете добропорядочных граждан, которые разделяют положительные ценности, которые хотят быть честными, которые хотят носить вклад и хотят изменять мир к лучшему. Я полагаю, что это фундаментальная миссия каждого университета, которую мы не должны забывать. И для того, чтобы реализовывать это, каждый университет должен понимать, что является самым важным вкладом в университет, чтобы он был первым в органической химии, чтобы бросить вызов старым порядкам и подготовить основы для нового порядка. Да, упоминание о молодом Ленине очень уместно. В конце концов, молодой Ленин сказал здесь, в стенах, или там, по крайней мере, когда был в Казани, мы пойдем другим путем. Он уже тогда понимал, что каждый должен искать свой путь. Мне остается поблагодарить вас за нашу беседу, за то, что вы уделили нам внимание, и пожелать вам успехов, и пожелать, чтобы ваше сотрудничество с Казанским федеральным университетом развивалось. Спасибо, профессор Салмин. Спасибо. Это было интервью с одним из ведущих международных экспертов в области высшего образования, профессором Джамилем Салми. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова